Здорово! Это будет история из моей жизни, где я, скажем так, облажался. Это моя личная история, которая, возможно, будет очень полезна тебе, но видео даже не о ней, она только повод. Значит, смотри, когда-то давно, еще до того, как я занимался, начал заниматься пикапом, и тем более уж тем, чем я занимаюсь сейчас, в Самаре я познакомился с двумя девчонками каким-то странным образом. То есть я пошел со своим товарищем Артуром гулять в загородный парк. Это был конец лета, и я увидел, что там за кустами, за деревцами, где-то на какой-то отдаленной поляне, где никого нет, лежат, загорают две девчонки. То есть красивые пипец. Ну, из-за дряка видно, что они там с фигурами красивые. И они загорали топлес. Я вообще охренел просто. Я никогда не видел там вот такого. Я очень захотел с ними пообщаться. То есть как бы желание было дичайшее, но меня, конечно, колбасило, там спотели руки, я весь покраснел, спотел. Меня просто парализовало, и как бы каким-то чудодейственным образом, то есть я пошел с ними все-таки познакомился, пересилил себя. Оказалось, что одна чуть-чуть постарше, как бы выглядела другая помладше, они так прикрылись. И, в общем, я с ними разговаривался. Хотя, возможно, по мне этого было не видно, как часто и бывает, что когда мужчина думает, что все видят, как его колбасит, на самом деле, со стороны, может быть, выглядит адекватно. Вот. И одна все время отвечала за другую. Я такой, типа, говорю, почему вот там ты молчишь, как бы, а вторая там говорит. Это оказалось ее мамой. Я еще больше обосрался там в моменте. Но так или иначе, у меня получилось взять телефон. Я был невероятно горд собой. Я был невероятно счастлив, потому что как так, прикинь, я это сделал. И это была просто какая-то невероятнейшая красивая девушка. Потом я с ней созвонился. Мы с ней пошли гулять. Мы с ней пошли гулять по набережной. Это был день, я помню. А у меня тогда были еще эти панические атаки. То есть когда у меня там краснело лицо, когда меня колбасило, там стучало сердце, пересыхало во рту. И еще это волнение, что я иду с такой девушкой. И я там не то, что за руку, я просто шел вот там как-то на расстоянии метра. А там были такие фонтанчики с водой, из которых можно было попить. Я постоянно подходил, умывался, говорил, ой, мне жарко, что-то у меня там, типа, вот там что-то там как-то. То есть я пытался намочить лицо холодной водой, лишь бы только вот меня как-то расслабило, лишь бы только успокоиться. Потом у нас была там еще одна встреча. Я помню, как сейчас ее звали Оля, эту девушку. Вот, она была невероятно красивая. Это какая-то прям молодая, прям молодая девушка с охренительной фигурой, там с какими-то невероятными сиськами, такими большими на худом стройном теле, там такая растакая вся, там с длинными волосами, блондинка с очень милым таким просто каким-то невероятным ангельским лицом. И даже так получилось. Сейчас я просто стараюсь опустить эти подробности, они не важны, важна суть. То есть так получилось, что через некоторое время, там не помню сколько, может быть, раза 3-4 мы там встретились, она даже оказалась у меня дома. То есть я снимал там просто какую-то стремнейшую комнату, еще на двоих с товарищем. Он уехал как раз к родителям там к себе в Отрадный. В общем, она зашла ко мне домой. Я вообще не понял, сейчас даже не могу это воспроизвести, почему так произошло, то есть как-то, видимо, произошло. И в этот момент ей звонил ее парень, который говорил, где ты, что ты делаешь там, типа, ну, это уже было прямо через какое-то время. В общем, в чем суть? Там у меня так ничего и не получилось. Не то, что не получилось, я даже не знал, как подступиться. Я там волновался, боялся лишнее что-то потрогать. Может быть, я пытался ее обнять, она там говорила. Нет. То есть, ну, так или иначе, там ничего не получилось. Я обосрался как бы в этом плане. Хотя, как бы, если женщина приходит тебе домой, значит, она должна быть либо женщиной, либо никем. Это факт. А мораль этого видео в чем? Смотри, значит, на тот момент это для меня была просто богиня. Это был просто ангел, сошедший с небес. То есть, я не мог поверить своему счастью, что я вообще с такой девушкой рядом нахожусь, с такой девушкой рядом гуляю. То есть, она реально была такая, что просто мимо проезжали тачки, сигналили там, типа, тут просто, ну, вот это дебильная какая-то дурацкая привычка мужчин, парней молодых, типа, как-то ты посигналил, тем самым ты подчеркнул, что она классная, поднял еще больше ее самооценку. Вот. То есть, на тот момент она была женщиной мечты. Но есть прикол, и только сейчас я это понимаю. То есть, тогда вообще я об этом даже не думал. Сейчас, вспомнив эту историю, я понимаю, что она была абсолютно глупа. То есть, она была, ну, интеллектуально, она была, мягко говоря, там, обделена. То есть, у нее там, ее постоянно заботило о том, что шнурочки там на шортиках у нее разные длины, вот надо как-то поправить, чтобы они были одинаковые. То есть, она была на 90% сконцентрирована только на себе и на своей внешности. То есть, как я выгляжу там, у меня нормальные же от волосы? А что-то, 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 что-то. То есть, ей абсолютно было даже неинтересно. Я ей что-то пытался рассказывать, так она там, наверное, слушает, слушает, там, допустим, в середине моего монолога такая меня прерывает. Так, да, кстати, вот, как у тебя моя футболка? То есть, ей похер просто абсолютно было как бы на то, что говорят люди. И сейчас я прекрасно понимаю, что к каким последствиям меня бы привели отношения с этой девушкой. Потому что для меня очень важно, чтобы женщина в том числе была как бы вовлечена в меня. Потому что я хочу быть вовлечен в женщину, и она должна быть вовлечена в меня. Вот, как бы. Тогда мне это было все равно, там, ее интеллект, что-то еще. То есть, я понимаю, что в какой-то момент, если бы мне сказала эта девушка, там, слушай, а хочешь, я буду твоей женщиной на всю жизнь? Я бы просто был окрылен, я бы просто летал от счастья. Я бы там кричал, я бы скакал, я бы говорил, вау, какой я счастливый человек. То есть, это было бы супер. Но сейчас, пройдя свой путь, который я шел, вот, до того момента, как ты меня сейчас видишь здесь, со стороны, с той стороны экрана, я понимаю, как же зашибись, что, как бы, эта женщина не стала моей, и как зашибись, что у меня есть этот путь. И сейчас, если бы я встретил такую девушку, допустим, был бы телепортировать меня туда, в прошлую жизнь, я был бы максимально спокоен. Я воспринимал бы ее спокойно. А это вообще ключевое, что должно быть в общении тебя и женщины. И это ключевая проблема большинства мужчин, потому что я понимаю, что если сейчас вот любому, тебе, там, кому-то еще, такая девушка бы попалась, или какому-то среднестатистическому мужчине, скажем так, он бы был просто на седьмом небе отчасти. Он бы был рад искренне, он бы просто кайфовал только от того, что вообще ему удалось там рядом с ней оказаться, что он ее держит за руку, там, это просто был бы пипец феерия. И он бы абсолютно не замечал, ему было бы похер, он бы не понимал, что там, какая она по характеру, что она говорит, куда вы вообще придете, к каким последствиям все это приведет. Его бы заботило только то, что как же охрененно, что я, как мне сделать так, чтобы она только не ушла от меня. Потому что это просто ангел. Это везение, которое мне послано, неспослано с небес. И мораль в чем, что чтобы не обосраться по жизни с женщиной, ну, вообще в отношениях, чтобы не прийти к тому, что у вас там через пять лет ругань, ссоры, нервы, корвалол, дележка имущества, бедные дети, которые остались у вас в неполноценной семье, собака, которую вы распиливаете там на двоих пополам, то есть кому достанется что. Чтобы не привело это к катастрофе, ключевое, ты должен максимально спокойно относиться к женщинам. И следующее, а для того, чтобы у тебя получилось максимально спокойно относиться к женщинам, у тебя они должны быть не как раз в год, манна небесная, подарок на Новый год, там, где-то чудо случилось, снизошла. То есть это должно быть нормальной практикой жизни. То есть женщины и красивые в том числе, те, которых тебе хочется, они должны для тебя стать нормой. То есть тебе нужен выбор и умение приходить к сексу, сближаться, нравиться таким женщинам, общаться с ними спокойно. Только тогда это единственный шанс не обосраться. Единственный шанс выбрать себе ту женщину, с которой тебе по кайфу и будет хорошо. Во всех остальных случаях вот эта слепота, глухота, которая нападает на тебя, немота, она приводит к катастрофическим последствиям. Как это можно сделать? Я приглашаю тебя на свой новый тренинг, практика перезагрузка, который пройдет в самое ближайшее время в Москве. Жми здесь, записывайся. И еще один важный момент. Если сейчас оборачиваясь на свой прошлый опыт, оценить, как все было, я могу сказать одно, что я даже очень и очень рад, что с многими из этих женщин, с которыми у меня что-то не получилось, у меня с ними ничего не получилось. Потому что сейчас, возможно, это могло привести к катастрофе. Итак, 3 по 6 марта, практика перезагрузка в Москве. Будем делать так, чтобы эти женщины стали для тебя привычной, нормальной, комфортной жизненной ситуацией. Увидимся там. Субтитры создавал DimaTorzok